Девушка, вы весь год-то где жили? На УНИ? Я один раз в жизни забыла маску. Посмотрите, пожалуйста. И вместо того, чтобы мне помочь, вы на меня ойёте. А как вы должны вам помочь? Трусы снять вам одеть? Именно так, не стесняясь в выражениях, вагоновожатый соседнего трамвая просит девушку покинуть транспорт. Причиной стала медицинская маска. Её у Екатерины не оказалось. Тогда она попробовала решить эту проблему мирно. Купить маску у кондуктора или же прикрыться шарфом. Но выход из ситуации оказался один. На улицу. Я ни в коем случае не умоляю свою вину. Я не говорю, что я не виновата. Я виновата. Я правда забыла маску. Но закон соблюдать хорошо. Но людьми же тоже, наверное, нужно оставаться. Потому что... А если бы это был ребёнок? Возмущает хамство, говорит Екатерина. Объяснить поведение сотрудника мы попросили в муниципальном предприятии. Вот что нам ответили. Водитель вагона номер 223 в нарушение должностной инструкции грубо ответила без использования ненормативной лексики, за что будет привлечена к дисциплинарной ответственности. Он должен довести пассажирку до ближайшей остановки и предложить выйти. Если она в этом случае сопротивляется, то можно смело вызвать полицию. Тогда они как компетентный орган может составить акт и привлечь к ответственности. За год пандемии все как будто обозлились. Конфликты в транспорте из-за масок теперь встречаются по всей стране. А некоторые разговоры проходят не просто на повышенных тонах, но и с применением силы. Понять можно обе стороны. Одни выполняют инструкции, другие просто ждут человечности. Иван Губин, Сергей Коваленков, Юрий Рябчиков, АСТВ.